Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Осии, мы обратимся сейчас к четвертой главе. Четвертая глава Осии – очень важная часть этой книги, потому что здесь, собственно, начинается всерьез развернутая проповедь пророка. Мы можем увидеть чрезвычайно важные для читателя мысли и формулировки. Именно здесь, в девятой главе, и, простите, в четвертой, и мысли, и формулировки. В принципе, конечно, это прямая речь, в большой степени напоминающая другие прямые речи, другие проповеди других пророков, по крайней мере, той эпохи. И все-таки в ней сказывается своеобразие пророка Осии. В целом, прежде чем обращать внимание даже на текст этой главы, важно вспомнить, что, судя по тому, что было написано пророком в первой, второй и третьей главах, для него такими взаимодополняющимися символами является отпадение людей в язычество, в почитание всякой дребедения и блуд в самом таком вот низменном сексуальном смысле этого слова. Одно символизирует другое, и Осия очень часто, в частности, вот в четвертой главе говорит о блуде, и почти наверняка, с вероятностью 98%, он говорит о язычестве. Но всегда есть некое ощущение, что и к человеческой жизни в самом таком физиологическом плане это тоже имеет отношение. Потому что вот эти две вещи у него действительно накладываются друг на друга, и одна в каком-то смысле помогает уяснить, понять, увидеть другую. И главным образом, конечно, для пророка предательство верности в браке становится образом того, что происходит в отношениях между народом Божьим и Богом. И напомним еще, что в первых главах пророк рассказывает свою собственную историю о том, что он взял в жены и оберегал женщину, совершенно, в общем, недостойную этого, нарушавшую все мыслимые и немыслимые принципы супружеской верности, и Осия по закону должен был ее не только даже и прогнать, но и, как прелюбодейцу, передать побиению камнями. И ничего этого Осия не делает, потому что любит эту женщину. И вот здесь, в четвертой главе, начинается развертывание образа того, о чем Осия говорит во всей полноте своей книги, что народ Божий предает Бога, и по справедливости, по правде, по закону должен был бы быть подвергнут побиению камнями. Но этим далеко не ограничивается замысел Божий, то, что Бог будет делать с избранным народом. Вот в четвертой главе, обращаясь к своим слушателям, пророк провозглашает следующее. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями земли сей». Пожалуй, стоит обратить внимание на то, что здесь речь не идет о том, что Бог судит жителей земли сей. Скорее, Осия говорит суд у Господа с жителями земли сей, как о своего рода, о суде, как о своего рода состязательном процессе, где Бог и сыны Израилевы становятся сторонами процесса. Это, в общем, далеко не совпадает с тем, как обычно представляют себе суд Божий христиане. Поэтому так важно прислушаться к тому, что говорит пророк, а не к тому, что говорит наш поздний и чрезвычайно поэтичный фольклор. Суд у Бога с жителями земли сей, значит, Бог предъявляет некоторый иск и ожидает оправданий, и вступает в этот состязательный процесс, предоставляя свое видение того, что произошло. И вот дальше, в том же первом стихе, пророк говорит, как бы предваряя свою дальнейшую проповедь, о том, почему, собственно, из-за чего происходит этот суд, чего Богу, грубо говоря, не хватает, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. И, видите, к тому, что мы видим у других пророков, например, у Амуса, у Мехе, здесь на первый план вдобавок выходит еще и то, что пророк Осия называет богопознанием. Итак, вот на земле, стало быть, в жизни избранного народа или любого другого, для кого этот текст станет своим, в этой жизни нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Конечно, о милости, которая должна царствовать в жизни народов божьих, об этом уже говорили другие пророки, здесь больше Осия обращает внимание именно на истину, ну и вот на то, что он назвал богопознанием, знанием Бога. Если хотите, в общем, речь идет, конечно, о своего рода личном знакомстве, об опыте отношений людей с Богом, который должен быть, этот опыт должен быть. А если ты теоретически знаешь какие-то бесконечные и страшно мудреные слова о Боге, но при этом с ним не знаком, это нельзя назвать богопознанием. Тоже очень, на самом деле, скользкое место, на котором монотеисты самые разные, не только христиане и не только, кстати, иудеи, поскальзываются, потому что теоретические знания – это одно, а знание Бога, к которому пророк призывает нас, это нечто все-таки более глубокое и более личностное. Теперь во втором стихе он и дальше, он объясняет, а в чем это выражается, что значит, что люди не знают своего Бога. В те времена же не было же ни символа веры, ни вот таких толстенных книг догматического многословия. Что это значит, что люди не знают Бога, что нет истины, нет милосердия? Вот второй стих. «Клятва, обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Вот то, что жизнь наполнена враньем, кровопролитием, убийством, воровством, наполнена этого действительно навалом в жизни, как тогда, так и сейчас, между прочим. Вот это и есть отсутствие знания Бога, незнакомство с Богом. Обратите внимание, что на самом деле любая эпоха может найти в своей жизни то, что определяется вот этим обвинением. Это не то, чтобы там тогда, 28 веков назад, люди были какие-то особенно злобные и примитивные, а мы теперь белые и пушистые. Ну, чего говорить. Наша социальная жизнь, в общем, совершенно такая же. И значит, проблема существует. И значит, Осия — это не только, как это называется, антиквариатный раритет, а действительно пророк, который говорит о вещах, важных для нашей жизни. И следующая мысль, чрезвычайно, в каком-то смысле, важная, но и нежелательная для слушателей пророка, то, что он говорит, вот, нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания, за это вас плачет земля сия. За это вас плачет земля сия. И дальше он вернется к этой мысли в шестом стихе «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». Еще раз повторю, речь не идет об отвлеченных теоретических знаниях. Речь идет о незнакомстве с Богом, незнании того, каков он, и что по-настоящему для Бога нужно, и как нужно следовать его правде. Но прежде чем перейти к этому, еще в четвертом стихе пророк Осия добавляет тоже, в общем, заслуживающую серьезного внимания вещь. Вот он сказал, нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, за это вас плачет земля сия. И добавляет, но никто не спорь, никто не обличай другого. Потому что в подобного рода трудные, переходные, роковые минуты жизни люди с большой легкостью, и Осия очень точно это наблюдает, люди с большой легкостью начинают говорить, вот вы виноваты, вот вы виноваты, вы там, не знаю, водители троллейбусов, носят носки неправильного цвета, и из-за этого у нас все идет, как это называется, в тартарары, или еще какая-нибудь группа, вот мы допустили, что среди нас живут какие-нибудь, которые верят в что-нибудь экзотическое, экстравагантное. Это они виноваты. В конечном итоге, примером вот этого самого «они виноваты», конечно, всегда останется Холокост. Ну и не только, потому что в те же времена и даже раньше всякого Холокоста тоже мы с вами видели массу любителей сказать, что во всем виноваты то кулаки, то буржуи, то еще кто-нибудь, только не я. Только не я. Вот никто не спорь, не обличай другого, потому что общая катастрофа это результат общего нашего состояния, нравственного. Казалось бы, довольно банальная вещь. Когда мы говорим о причинах бедствия, надо говорить не «они накосячили», а «мы». Но это сейчас для нас относительно понятно. А во времена Осии это вовсе не было так очевидно. Поэтому для его современников и первых слушателей чрезвычайно важно, что он об этом говорит. И вот он говорит «народ будет истреблен за незнание Бога, за недостаток ведения». И еще раз повторяет то же самое. «Поскольку ты отверг ведение, то есть не захотел знать Бога, не захотел быть знакомым с Ним, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Говорит Бог, раз ты не хочешь этого знакомства, то и я, говорит Бог, не хочу этого знакомства. Тогда невозможно быть в взаимоотношениях Бога и избранного народа. И еще раз та же самая мысль повторяется с важными нюансами. «Поскольку ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Ты забыл, тогда и я забуду. Каким судом судите, таким и вас будут судить. Какой меру и мерите, такой и вам отмерено будет. Многие пророки и сам Господь пользуются, прибегают к этой логике. Как ты поступаешь в отношении Бога, как ты поступаешь в отношении ближнего, так Бог будет поступать в отношении тебя. Как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Мы увидим еще и, скажем, у пророка Иеремии через два столетия после Осии, ну, через полтора, те же самые симметрии, они действительно очень важны. И дальше пророк говорит о том, что на самом деле все становится только хуже, и что люди, которые делают вид, что они Богу принадлежат и Богу служат, вот они будут есть, не насытятся, будут блудить и не размножиться, ибо оставили служение Господу. Таким образом пророк видит ситуацию вот как. Вы можете делать все, что хотите, будете есть, никакого в этом толка не будет, будете, как здесь написано, блудить, и все равно не будете размножаться, вот, потому что, самое главное, оставили, оставили служение Господу. И это тоже, собственно, разговор все о том же знании Бога, личном знакомстве, личной встрече с Богом. Его не хватает, а вместо этого, как кажется, не о физиологической, а именно о религиозной стране жизни, дальше пророк говорит, «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свою деревяшку, и жезл его дает ему ответ». Знаете, ну вот, синодальный перевод здесь, конечно, слегка такой сглаженный, а если бы нет, то это было бы, конечно, 21 плюс текст, в лучшем случае, если не 40 плюс, понимаете, потому что вот сам по себе центральный образ прелюбодеяния, который пророк здесь использует, он действительно весьма и весьма смутительный. И вот он говорит, что, ну, блудодействуя, отступили от Бога своего, дух блуда ввел их в заблуждение. И поэтому они приносят на вершинах гор жертвы, и то же самое названо словами «прелюбодействует дочери вашей, невестки вашей». Речь, таким образом, в первую очередь идет именно о предательстве Бога, которому люди обязаны заветом верности. а дальше посмотрите, в 14 стихе Господь говорит через пророка очень важные слова, которые вообще нужно тоже осмыслить, чтобы что-то про жизнь важное понять. Смотрите, только что речь шла о том, что вот ваши дочери блудодействуют, да, повинны в непристойном поведении, вы сами вопрошаете деревяшку и жезл дает вам ответ, и вот все ваши это принесение жертв на вершинах и все прочее, это все блуд, блуд, такой, если хотите, духовный, нравственный, но блуд, в самом, так сказать, оценочно неприличном смысле этого слова. А дальше Господь говорит, и я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц. Мы часто думаем, что Бог должен следить за нашей нравственностью, что Бог должен бдить над нашими поступками и над чужими тоже, что Бог должен обращать внимание на то, что вот там кто-то, в данном случае он говорит, дочери ваши, невестки ваши, вот делают нечто неподобающее. А Господь говорит, я не буду этого делать, потому что ты сам на стороне блудниц. Твоя собственная жизнь, твои собственные мнения, мотивации, побуждения, все это такое же, то же самое. И если ты не пускаешь там, не знаю, не участвуешь в этом общем разврате одними частями своей личности, ну, значит, участвуешь другими, вот, чрезвычайно серьезная штука. Бог говорит о том, что все зависит от того, а как ты свою собственную жизнь строишь, если ты хочешь, надеешься, что Бог будет Богом всяческого устроения и каким-то образом участвовать в организации жизни, чтобы жизнь была достойной в нравственном смысле, да, но на себя посмотри, что ты делаешь со своей жизнью, что ты считаешь для себя позволительным, тоже на самом деле за этим, конечно, стоит евангельская идея, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, но пока здесь это еще очень-очень далеко, тем не менее, я оставлю наказывать дочери ваши, когда они блудодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, вы сами такие же. И еще пророк говорит о том, что еще и Израиль и Иуда, и Израильтяне, и Иудеи, и Северное и Южное царство в этом смысле стали одинаковые, и князья их любят постыдно, привязался к идолам Ефрем, и Господь говорит в конце этой четвертой главы о том, что все это будет развеяно по ветру, охватит их ветер своими крыльями. журнами, в некоторых игре, живот или князь, и с с в Князь, с все что сегодня пока д вы вы